От дома до детского сада несколько минут пешком. Мечта родителей и малышей поселка Волгарь исполнилась на этой неделе. Для 115 воспитанников построили новый детский сад. Это помогло полностью решить в Волгаре проблему очередности детей от двух до семи. Детский сад прикреплен к школе номер 50. Как говорил президент России в своем послании, сейчас важно создавать такие образовательные комплексы, совмещать учреждения дошкольного и школьного образования, чтобы обезопасить детсады от демографических кризисов. В Самаре уже давно работают в этом направлении. В этом году в Самаре впервые за последние годы начали строить сразу шесть детских садов. Половину уже ввели в эксплуатацию, в том числе и в Волгаре. Благодаря эффективной профессиональной работе департамента образования мы добились действительно впечатляющих результатов. Задумайте, за три года 12 тысяч уже 900 мест до конца года в детских садах созданы. Конечно, это потрясающий результат, результат, которого никогда в нашем городе не было. На городском собрании родители дошкольников смогли задать свои вопросы главе города. До родительской общественности дошла информация, что в самарских садах могут организовать привозное готовое питание. Вопросы питания в детском саду – это вопросы домашнего отношения. То есть так нужно приготовить ребенку, чтобы было почти как дома. И это могут сделать только повара, которые работают в детском саду. Никаких проектов по быстрому питанию, по единому там меню в городе. Зато рассматривают проекты капремонта. В этом году за счет городского бюджета удалось обновить 96 детских садов, отремонтировать кровлю, электропроводку, прачечные, кухни, фасады, благоустроить территорию вокруг. Возможно ли увеличение бюджетных средств на проведение капитальных ремонтов детских садов в последующие годы? И как это будет происходить в течение средств? Как только мы закрываем вот эту очередность с 3 до 7, с 2015 года все-таки у нас больше будет возможности выделения средств именно на ремонт наших образовательных учреждений. Родители затронули вопрос качества ремонта. У некоторых есть претензии и к срокам. Кировский район, 462 детский сад. Группу ремонтировали полгода, 54 квадратных метра. Вот нам бы, конечно, хотелось, чтобы сделали еще бассейн, но если его так делать будут, то, пожалуйста, начинайте ремонт. Городской департамент образования сейчас судится с подрядчиками, которые делали ремонт в трех детских садах. Чтобы не допустить к освоению бюджетных денег недобросовестные фирмы, в мэрии ужесточили условия контракта. Мы начинали с того, что у нас было минимальное все-таки авансирование, 10%. Сейчас мы вообще от этого ушли. Для чего мы это делаем? Да для того, чтобы никакие фирмы однодневки не влезли, для того, чтобы несерьезные люди не влезли. Да, но у нас очень жесткие. У нас оплата происходит только после выполнения работ. Залоговые есть средства даже по ряду контрактов. Родители затронули и кадровый вопрос. Дополнительные места в детских садах требуют наличие и педагогов, и технических специалистов. Мэрия привлекает персонал с помощью различных мер поддержки. Зарплата воспитателей увеличилась более чем в два раза. Молодым специалистам доплачивают по 2000 рублей в месяц. Пустующих мест педагогов за счет этого стало в два раза меньше. Марина Матвеевна, Алексей Золотенков. События.